всем привет я уже мурманской области меня 6 утра прошлом прошлой серии я закончил работу перед мурманской области эти нам поселок отдохнул с 8 вечера до почти 5 утра до полпятого соблюдаем режим труда ну и выехал благополучно сейчас уже зеленоборске проехал заехал себе взял кофе очка показывать не буду неудобно но у меня есть поверьте так что начинаются первые подъемчики двигаемся время прибытия наверное 9 утра где-то в апатитах я буду 53 еще езды километров 180 так что двигаем как обычно пока я сюда не знаю уже за последние года 2-3 я за последние четыре года первый раз четыре года назад я сюда поехал раз десять наверно мотался из них половина мурман половина апатиты кискировском да первый раз я сюда вообще помню а первый раз я сюда ехал спокойно у меня выгрузка была магнит а второй раз ехал с москвы под новый год короче с москвы до мурманска две тысячи километров с крекшена 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 кто поправит я дошел за 30 часов ходом я учитывая что моя скорость была где-то 75-80 обычно я езжу но тут прибавило потому что без вариантов надо было ехать у меня были билеты взяты на самолёт на 30 на 30 число так что да за 3 часов долетел конечно потом думал наверное я больше такой рекорд не повторю свой ну конечно и не надо сейчас было на скале написано Оля люблю тебя твой медвежонок делается вывод Оля медведь тоже такая как-то Ольга а не Оля бля вот я в своей жизни в России много где был кроме кроме Алтайского края там Байкала и Путии там не было да не могу ничего сказать ну вот если сравнивать мурмутскую область с центральной России с юга вот во Вадике еще вот примерно вот впечатление как в Логевосток тоже такие сопочки ну единственное конечно тут поунылие тут деревья пониже облака пониже но тоже чем ближе к Мурманску впечатляет природа ну конечно да есть Крым тоже с горами тоже красиво ну вот как-то у меня ассоциация Мурманска с Вадивостоком чуть-чуть вот 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 что особенно вот после 1150-го километра вот интересно начинаются пейзажи а сейчас осень еще добавляет красок листья а сейчас так а если мы посмотрим направо это белое море Может он зарив какой-нибудь, но относится к берегу в море. Время у меня утро. Сейчас у меня будет большой спуск. А до этого сейчас был подъем, 20 метров в час поднимался. Это уже дорога на Апатиты. Ну что, спустился, поднялся. Все нормально. Вот эти два самых опасных спуска подъема, как на Апатиты свернули. И вот там идет в начале подъем небольшой. Ну такой серьезный. И потом резко спуск, километра два наверх. Ну такой нормальный как бы. Если идешь груженый, тянет вниз постоянно конкретно. И потом опять резкий подъем. Ну и все. А потом уже до Апатиты, до Кировского, обычная дорога. С небольшими подъемами. Уже не страшно. А вот эти два, да. Что тут гололед, я хер его знаю. Но просто с этими местами. Апатитов. Не налево на Кировский. Километр двадцать. Через десять я уже готов. Все ничего от Апатитов. Кировского покрасивее будет его. У него еще еще вкладывают бабло. Апатиты, конечно, дома бы яркого цвета сделал. И бы не серого такого. Но улыбку на лице точно не преобразить. Это у нас дорога с Апатитов на Кировску. Сейчас Кировску пока не видно. Дорога эта, которая впереди. Или за ней. Короче, где-то там. Апатитов на Кировску. Вот на тот объект. Наверху. На самой вершине. Это кафешечка. Но, конечно, виды неописуемые просто. Не знаю, получится сегодня туда подняться или нет. Посмотрю. Ну, посмотрите, какая красота. Блин, когда первый раз тут был вообще охрененно. Ну, сейчас уже привык. Вообще огонь. Так, вот эту северную гостиницу тоже вот они делали. Привозил я мебель туда. Вот назад. Ну, я так вам скажу. Кировск, конечно, расстраивается. Сюда бабки вкладываются вообще нихерово. Изменения на лицо. Я тут был первый раз два года назад или три. И, конечно, скоро будет курорт. Ну, он уже курортный город, но будет. Прям вообще горнолыжники сюда будут. Ну, и лето, наверное, тоже что-то тут. А это, походу, вот этот кубец такого. Мач-ТВ, наверное. Тут показывают какие-то мачи. Такая красота вообще. Неописуемая красотища. Ну, что, время у меня четыре дня. Выгрузили меня все-таки. Парни, конечно, там нормально запарились все это погружать. Ну, видите, какая красотишка. Так что, сейчас еду обедать. Ну, и, наверное, пустой поеду, нехем тут повезти. Грузов нету. А если есть цены такие, что пусть сами везут на Семею. Вот тут. Сейчас покажу, где эта кафешка находится. Когда я подымался в свое время. Сказали, сейчас она закрыта. В выходные будет работать. Ну, или потом зимой в СИЗО. Вот эта кафешка. На самое вершине. А вон там, получается, это фуникулер или что-то, как он называется. И, короче, вон туда. И, короче, вон туда. Смотрит с Кировска. Привет передаю. Городный красивейший. По разговорам, кому прилазил, здесь хотят сделать российский курс шалей. Так что все впереди. Я думаю, через лет пять тут будет огонь. А, я поехал в сторону Питера. Грузов нету. Так что, как обычно, пустой до Питера с песнями да плясками. Вон. О, какая красота. Осень. Настоящая осень у аппетита. О, какая красота в береге. А, горы. А, она не горы, Сомки. Блазься, бля. Больше моей таты, не успел с собой снег. Блин, вообще. Бля, это. Река Перенега. Туда, в белая корень. Туда. Да, пошли. Ещё надо. Туда. Туда, ну, danced и тушиу. Сейчас давай. С домой Баллик! começo, черезey. Ослух için mortgage. Ослух, тебя тепло. Продолжение следует...